всем привет меня зовут алексей коростилев я работаю в компании маячком как девопс инженер я как и многие банально люблю путешествовать также люблю бегать много заниматься триатлоном это очень помогает в работе потому что когда гребешь педалишь или бежишь не первый час как можно многое обдумать как что-нибудь и улучшить ускорить ну или решить это банальные проблемы вот мой доклад будет о вариантах хостинга magenta у которых есть в названии похожее слово cloud вот первый начнем с magenta cloud magenta cloud это платформа как сервис которая включает себя два плана стартер и про честно стартер ни разу не встречал нигде как бы обычно все используют про разница между ними по сути в наличии либо отсутствии кластера то есть как понятное название про содержит кластер из трех нот стартер нет вот на этой как бы диаграммки можно посмотреть как из чего он состоит это три ноды в amazon environment и fastly как кеширующий контент delivery network по сути это варниш распределенный здесь я немного расскажу про остальные сервисы то есть как я уже сказал ранее это fastly который в себя также включает web active firewall довольно удобная штука он интеллектуальный и умеет блочить каких-нибудь назойливых бот ботов и что-то в этом роде image optimization он на лету оптимизирует картинки до такого вида который нравится google для page speed дальше он включается performance tools это new relic очень удобная туза для мониторинга и для тоже дебайгинга то есть он мониторит magenta приложение то есть печки и он также еще включает мониторинг инстансов то есть видно метрики cpu память диск и так далее blackfire тоже сюда включен он помогает более подробно рассмотреть что у нас происходит с маджентой когда у нас есть какие-то затыки проблемы с перформансом blackfire очень в этом помогает найти узкие места собственно сама magenta magenta commerce enterprise то есть она уже здесь enterprise с поддержкой которая опционально себя включает by b2b extension дальше дальше платформа как сервис данном случае это они предоставляют свой гид через композер подтягиваются все вендоры ну и как сама по себе инфраструктура которая находится на амазоне далее рассмотрим то что у нас в кластере самих нодах многие работают приложения и как пичпи mysql fork maria db galera кластер redis кластер rabbit mq для очередей elastic search ну и собственно engines как веб-сервер вот на этом как бы обзорная часть заканчивается и начинается кому-то может быть нудная а кому-то полезная часть доклада то есть в magenta клауде есть пять файлов которые нам позволяют управлять ее поведением здесь они перечислены это magenta up yaml and yaml wars roads и сервисов далее мы их подробнее рассмотрим и увидим что можно в них настраивать начнем с up yaml я считаю это наиболее важный и наиболее емкий файл где можно что-либо настроить здесь мы управляем экстеншенами для печки то есть если нам нужно для нашей magenta какие-то дополнительные вещи как sodium или что-то в этом роде мы добавляем это сюда дальше mounts это секция которая описывает папки которые могут быть перезаписываемые то есть естественно медиа потому что мы добавляем картинки загружаем она должна быть записываемая и тисе здесь конфигурационный файл доступны для записи когда мы что-то настраиваем в m.php или конфиг.php вар естественно здесь логи и еще какие-то дополнительные файлы и опционально некоторые делают на время разработки доступны для записи папку static это позволяет нам деплоить статику и работающей magenta в клауде то есть все остальное только read only то есть ничего больше нельзя менять можно менять только через репозиторий и через деплой дальше хуки это наши по сути этапы деплоя первый этап это билд то есть здесь происходит композер install идет дальше стать контент я компайл стать и контент деплой в этом этапе но кстати контент деплой здесь может идти если все у нас правильно настроена и засечена в конфиг тут печки дальше я об этом расскажу это идеальное состояние если у нас этого нет то у нас билд статики происходит в деплой фазе с даунтаймом вот дальше идет собственно деплой то есть собранный артефакт скажем так заливается на инстансы и дальше если у нас неправильно настроено и со статика не собрана здесь происходит сбор статики который занимает какое-то время после этого идет с этап апгрейд то есть обновляется база вот дальше есть пост деплой хук здесь можно описать какие-нибудь дополнительные скрипты по вар мапу примеру хотим какие-то определенные страницы чтобы на этом этапе провар мапились вот как то так следующая секция здесь крон мы можем здесь управлять крон задачами по дефолту здесь стоит дефолтный magenta крон но также мы можем добавлять добавлять сюда свои какие-то скрипты свои печки команды и что-то в этом роде дальше сервис я мог в этом файлике мы можем управлять версиями приложений например тут описано mysql но по сути это maria db версия 10.2 либо можем другие версии ставить диск это размер дисковой памяти сколько мы выделяем для базы версия редиса elastic search с размером диска и rabbit mq но нужно понимать что это файл работает только для стартера и для integration environment а потому что в magenta cloud pro с кластерной архитектуры чтобы поменять эти вещи изменить размер диска или версию нужно писать в саппорт следующее другие файлы я упустил они менее важны там некоторые роуты настройства и так далее здесь еще я хочу показать полезные команды это первое это vendor beam ic tools который и wizard ideal state эта команда позволяет нам определить насколько у нас идеально настроен процесс дипоя то есть в данном случае это минификация включена нет где у нас происходит build статики и другие параметры он описывает что у нас так или не так вот вернемся к тому важному файлу конфиг печки и с настройками в нем это очень важно для если мы хотим настроить практически zero downtime deployment получается что в этом случае мы можем собирать полностью magenta от композера до di compile полностью без подключения к базе и без влияния на environment но для этого надо нам чтобы нужны нам настройки темы были в этом файлике то есть мы должны его сдампить то есть есть для этого определенная утилита тут же если тул конфиг дамп он нам позволяет сдампить эти настройки в конфиг до печки который мы после этого должны скопировать к себе и залить в гид репозиторий тогда у нас будет это все происходить в билд фазе без влияния на продакшн вот еще одна полезная команда db dump то есть он делает дамп базы которые можно будет потом скачать из темповой директории при помощи scp это что касается magenta cloud cv то же самое конфиг php мы можем записать следующей командой up by magenta upconfig dump scopes in темы то есть вот эта команда нам позволит сдампить конфигурации темы и скоп в конфиг php и после этого выполнять стать собирать статику без подключения к базе то есть без nv.php ну соответственно закоммитить его еще также хотел сказать что разница в magenta cloud и просто magenta по сути в иси туле находится который ставится через композер то есть это вендор в котором очень много модификаций происходит то есть он же накладывать свои патчи для адаптации под magenta cloud environment он же накладывается security tool security патчи и другие вещи то есть его нужно держать постоянно обновленным и magenta всегда это рекомендует дальше здесь еще хочу поделиться от наработкой по дипломенту это кусочек скрипта из битбакета то есть как у magenta cloud а есть свой репозиторий ну работать с ним крайне неудобно потому что у нее нет свои дашборд чтобы видеть пул реквесты и другие вещи то есть данном случае у нас разработка кода идет в битбакете или или детлабе и потом при помощи вот этого скрипта который по сути всего на все добавляет ремоут репозиторий magenta клаудовский просто пушит в него определенную ветку то есть ветки здесь production это соответственно production не мастер здесь production отвечает за production environment staging the staging integration это три дефолтных environment а если мы пушим в эти ветки код у нас автоматически триггерится deployment в этих environment а вот считает очень удобно и не надо вручную ничего делать ну и много чего в основном все решается через magenta support на моих проектов ну огромное количество тикетов потому что то что нам дано поменять мало чем нам помогает поэтому все через ти много чего через тикеты они часто любят показывать нам документацию учить и так далее ну тем не менее через них но чего решается вот на этом я наверное закончу с magenta клауд дальше если мы хотим больше какого-то управления драйва и острых ощущений мы настраиваем свой кластер в нем мы разделяем админ то есть magenta backend уровень здесь у нас несколько инстансов с отдельно работающими бэкэндом и паблик здесь у нас тоже автоскейлинг группа в которой работают инстансы для фронтенда то есть для клиентов они независимо работают разруливание админ или не админ идет на уровне лод балансера если у нас идет админ путь в урель мы направляем на автоскейлинг админ инстансов также здесь есть эластик файл систем это грубо говоря network файл систем это сетевая файл система здесь у нас медиа общая для всех инстансов здесь логии возможно ну и какие-то другие файлы нужно которые нам должны быть persistent и доступны со всех инстансов также у нас есть мастер реплика но это правда доступно в enterprise решений может быть ну может быть одна база в основном я настраиваю аврора и также редис редис для сессий и редис для кэша magenta кэша full page кэш у нас вынесен в варниш и также у нас настроена в n.php варниш инстансы которые мы чистим если нам надо чистить кэш упрощенная такая схема дальше я хочу схема она работает но после того как это мы все настроили и у нас много инстансов в работе надо каким-то образом доставлять код на все эти инстанс и здесь возникает сложная задача ну вручную править на десятки инстансов наверное тяжело вот ну есть у амазона свой код диплой вот как броневое и хочу рассказать наш подход мой подход он практически с zero down time down time возможен на меньше чем на минуту если у нас происходит изменение в базе при сетап апгрейд если у нас нет изменений в базе то у нас он происходит вообще без какого-либо без незаметно что мы для этого делаем то есть на каком-то силой то есть это может быть отдельный инстанс с дженкинсом это может быть бит пакет пайплайн диплаб сайт короче где угодно отдельно мы собираем артефакт то есть это композер install тянем все вендоры это сетап диакомпайл собираем депенденции инжекшн и статик контент деплой опять же это повторюсь это все доступно в том случае если мы настроили конфиг печки как я указал ранее очень важная часть диплоя то есть в нем описывается минифицируемый или нет какие мы темы собираем какие языки в темах вот и может быть мы бандлинг решили включить и это все должно быть в этом файлике мы можем его сдампить из команды которая раньше показал дальше мы собираем тарим мы не сжимаем а просто собираем весь этот код в один файл это нужно для того чтобы ускорить то есть у нас сетевые задержки минимальны нам не обязательно сжимать нам проще засунуть это в один файл и отправить на s3 bucket на амазоне с этого s3 bucket а мы запускаем amazon code deploy то это все команды по сути в си туле то есть у нас две две деплой конфигурации для фронт-энда то есть паблик для клиентов и вторая конфигурация для админ здесь как бы этому запускаем команду и она идет деплоить в код деплое дальше покажу скрипты которые работают для этого структура папок на инстансах которые у нас поднимаются из инстансы инстансы поднимаются с образа который предварительно настроен то есть в нем уже установлен php fpm инжинкс возможно не релик или еще какие-то вещи которые нам нужны и за снапшотчина то есть из этого снапшота мы поднимаем новые инстансы в котором у нас следующая структура варда бидаби current это simlink на который настроен веб-сервер то есть у нас это simlink это не конкретная папка simlink который ссылается на различные релизы в папке релизы то есть в следующем дальше файле я покажу где это происходит из папки релиза у нас каждый раз при деплое создается новая папка в которой у нас новый код и мы переключаем simlink на новый код shard это подмонтированная файловая система как я показывал на диаграмме и fs то есть здесь медиа здесь эти папки мы тоже делаем simlink и в magente то есть в magente в пап медиа в вар лох вар репорт или может еще какие-то нужные папки и темп темп нужно для это временная папка для код деплоя куда он стягивает распаковывает артефакт который мы создали все эту лет то есть это обспек яму это файлик который управляет запуском код деплоя то есть он довольно таки простой яму формате у него и source это папка куда он будет его распаковывать прошу прощения куда он будет распаковывать товар это временная папка после этого он выполняет скрипт magenta скрипт который я дальше покажу то есть здесь достаточно все просто основная магия в этом скрипте вот здесь для того чтобы сделать каждый типой код папку уникальной чтобы не было у нас пересечений в именах делается date до секунды то есть здесь будет просто набор цифр из год месяц день час минута секунда то есть она наверное никогда не может быть одинаково дальше релиз пас он у нас в папке релизы указывается это название этого директории который мы создали потом для ускорения мы производим move то есть мы перемещаем содержимое папки темп в релиз директорию дальше мы назначаем права и здесь мы в зависимости от того какая дипломент группа админ или паблик мы запускаем различные команды например крон у нас работает только в админ группе и также в админ группе мы выполняем с этап апгрейд потому что продакшн паблик группа может еще запускаться не только при обновлении кода она еще может запускаться когда у нас работал авто скейлин естественном шинам при авто скейлинге когда создаются новые инстанции серверу тяжело нам не надо запускать стоп апгрейд нам не надо чистить кэш поэтому здесь это разделено здесь просто копируем файлик nvphp уже настроенный на подключение к базе подключение к редису и подключение к эластик search у следующим этапом мы просто удаляем папку медиа которая создалась при композере стали и заменяем ее на simlink с расшаренной папки которая у нас монтируется на каждый инстанс также здесь как сказал ранее если это инстанс админ не паблик мы чистим кэш и делаем сим линку мы удаляем старую сим линку которая ведет на старый код делаем новую после этого для того чтобы веб-сервер и php подхватила эти изменения мы перезапускаем эти два сервиса также в конце чтобы у нас не накапливалось много папок с старым кодом мы чистим предыдущие релизы вот вот так вот вкратце доступно мне время я и рассказал готовил докладки на большее время так много как мог жду ваши вопросы на лёха спасибо большое за твой доклад тут есть несколько вопросов лёха привет да вопросы которые тебе были заданы первый из них это вопрос по схеме у тебя на схеме два лод балансера вопрос зачем нужен второй за варнишем который легко сейчас расскажу здесь вот балансер после варниш инстансов у нас в мир смотрит лод балансер который настроен на варниш инстансы на автоскейлинг варнише из естественно что мы не светим в мир magenta инстансами напрямую мы их как бы пускаем через варниш и варниш чтобы он обращался на все инстансы нужен лод балансер это внутренний лод балансер который в мир не смотрит еще из нюанса в этой схеме варнише мы обязаны правильно настроить инжинкс после варниша нам нужно сделать инжинкс потому что варниш не умеет работать с доменным именем лод балансера и для того чтобы его правильно разрезовывать нам лучше использовать инжинкс либо есть дополнительные там утилиты на руби и так далее но проще поставить инжинкс который будет обстримом видеть лод балансер и сам резолвит в ip-адреса инжинкс в свою очередь будет для варниша на локал хосте здесь как бы никаких проблем с коммуникации не будет как-то так хорошо спасибо лишь еще один вопрос от владимира ковальчука по поводу варниш то что у нас несколько инстансов варниш как скидывается кэш из magenta magenta можно запеки варниша но при скейнике айпи подов меняется правильно есть таск который запускается каждую минуту и он дописывает в энд пичпи для того чтобы управлять варнишом из magenta то есть первое нам нужно в бэк-энде то есть в админке настроить что у нас full page cache варнише и в энд пичпи нужно добавить варниш айпи адрес чтобы magenta когда чистится кэш она посылала куру на эти айпи адреса варниша чтобы чистить хорошо спасибо лишь а еще вопрос от евгения музыка а как и где происходит этапов great чтобы получить zero down time если говорим про клауд магента клауд 0 down time монету них в момент диплоя еще раз вернемся к этой схеме прощения это вот здесь здесь есть этапы первый билд желательно чтобы в нем благодаря конфиг пичпи собиралась статика в том числе после этого код передается в диплой а перед этим перед тем как он сюда передается включается maintenance мод вот когда включается диплой параллельно с ним это описано вот в этой и ситу диплой в этих командах включается maintenance мод после чего если у нас правильно настроена он просто распаковывает подкидывает nv.php запускается этап апгрейд обязательно с опцией минус минус тип генерейтед потому что если без этой опции запустить вся наша сгенерированный код и di-di и стати контент все будет уничтожено то есть мы с этой опции запускаем если у нас настроена неправильно то сюда к даун тайму на сетап апгрейд еще добавится даун тайм на время диплоя статики которая перешла сюда если мы не сделали это в билд фазе то есть если мы не настроили конфиг пичпи соответствующим образом вот вот так хорошо прошу прощения еще раз zero down time получается в моей схеме в amazon клауде если у нас идут просто изменения кода которые не трогают базу там идет zero down time за счет того что у нас идет пересоздание сим-линков это происходит моментально полностью незаметно то есть может быть заметно только после того как почистился кэш и вот коротенькое время на его генерацию то есть такой вот может быть но если у нас стоит варниш это практически незаметно хорошо спасибо лёша и план он у нас формат предполагает три вопроса но я позволю себе задать еще два вопроса которые плавно вытекают из твоего ответа на последний вопрос это по маржента клауду вопрос от олега петрова это преимущество использования клауда и как решается вопрос производительности в высоконагруженных проектах подходит ли эти задач клауд подходит сразу скажу подходит мы тестили один проект тоже было у них требования чтобы выдержал 40 тысяч пользователей одновременно мы делали его тесты для этого мажента подготовилась они создали 52 инстанса то есть по дефолту это три инстанса который входит в пакет про но если у нас например какой-то там готовится сумасшедшие мероприятия там черная пятница или какие-то скидки распродажи то можно их попросить за три дня не не позже чем за три дня чтобы они подготовились они подготовят environment то есть на предполагаемую нагрузку и все будет выдерживать в режиме обычной работы они постоянно мониторят то есть если где-то что-то выходит затыки какие-то проблемы с environment там они создают тикет они там пытаются что-то сделать то есть и как бы вместе с ними там мы уже решаем если эта проблема входе с нашей стороны мы что-то там делаем они часто любят вот на это указывать вот и либо уж что-то у них они там делают если бы они могут за скейлить увеличить как бы в этом плане нет проблем вопрос что это может быть дорого иногда ну зато есть поддержка хорошо спасибо лёша и последний вопрос я позволю себе задать это вопрос от степана фурмана прозвучал там ребята говорят что это ритмический вопрос но для большинства людей возможно которые не работали раньше с клаудом и нет это вопрос насколько эффективен саппорт насколько быстро решаются вопросы через саппорт у клауда ну скажем так у нас с ними разная таймзона ну грубо говоря если я утром нашим написал то поздней ночью нашей они ответят то есть вот как-то так но в целом они отвечают и если есть какие-то очень там urgent вопросы то есть телефон как бы ответственного менеджера со стороны magenta и туда клиент звонит и они не работают значительно реагируют на тикеты значительно быстрее то есть это работает хорошо спасибо